В Твери началась сдача единого государственного экзамена. Выпускники в пятницу сдавали первый предмет по выбору – географию, литературу или информатику. Один из пунктов сдачи единого госэкзамена оборудован в 14-й школе. Утром там сдавали итоговые тесты по географии с учетом всех санитарных требований. Небольшими группами ребят впускают в здание 14-й школы. Измерение температуры каждого участника сдачи ЕГЭ – обязательная процедура. Выпускник Иван Зимаков будет поступать в военную академию. Готовиться к экзамену дистанционно было непросто. Дома сидели, все время писали, смотрели. В интернет всегда помогал больше, репетиторы. В начале звонили, писали, созвонились в ВКонтакте, в Инстаграме. Спрашивали, желали удачи. Переживать за нас очень. Здесь нет скопления людей. По очереди, соблюдая социальную дистанцию, ребята проходят через рамку металлоискателя. До начала экзамена почти целый час выпускники волнуются. До входа сюда думал, что готов, а сейчас уже… Морально сложно. Морально, да, очень сложно. Географию в этом пункте сдачи ЕГЭ сдают 73 человека. В каждом классе не более 7 ребят. На партах предметы, которые можно взять с собой на экзамен. Это экспортир для вычисления азимута, линейка, двигательные ручки, паспорт и калькулятор для программирования. Главное отличие от прошлогоднего тестирования – тотальное соблюдение мер социальной безопасности. Маски и перчатки для педагогов обязательны, для детей рекомендованы. У нас уменьшилось количество участников ЕГЭ на пункте проведения экзаменов. Практически в два раза, чтобы обеспечить норму рассадки детей, пропуск в пункт проведения экзаменов. То есть, с одной стороны, количество участников на пункте уменьшилось, с другой стороны, меры соблюдения санитарных норм ужесточились. Сегодня выпускники сдают три предмета по выбору, а на следующей неделе начнется сдача экзаменов, которые традиционно считаются самыми массовыми. 6-7 числа вся область, ребята Твери, сдают русский язык. Это один из самых таких массовых экзаменов, поэтому он в этом году и разбит на два дня, чтобы мы создали необходимый слой для ребят. И 10-го числа ребята сдают математику, базу тем, кому это необходимо. Тоже один из массовых экзаменов, 3,5 тысячи участников будет. Есть еще и резервные дни для сдачи экзаменов. Это 24 и 25 июля. А для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрены дополнительные дни с 3 по 8 августа.